Преображение Господня – непереходящий двунадесятый праздник, у которого богатые традиции. Одна из них связана с освящением поспевающих плодов. В Тульской области впервые этот день был ознаменован запоминающимся фестивалем, подарившим яркие впечатления и радость всем его участникам. В день Преображения Господня, в день Яблочного Спаса, как прозывает этот праздник в народе, в Донском проходит первый открытый фестиваль «Яблоку негде упасть». И действительно «Яблоку негде упасть». Много-много людей принесли сюда свои кулинарные шедевры. Это фестиваль кулинарный. Женщины красивые, блюда замечательные, пахнут так, что терпения нет. Нужно их скорее попробовать хочется. Все ходят и спрашивают, а продается? Мы говорим нет, раздается даром, но только когда Владыка благословит. Торжественный день начался с Божественной Литургии, совершенной митрополитом Тульским и Ефремовским Алексием в Преображенском храме города Донской. По завершении богослужения Владыка Алексей из Духовенского Московского округа совершил крестный ход вокруг храма. Праздничный день продолжил с фестивалем блюд из яблок под названием «Негде яблочковой пасть». Рад вас приветствовать здесь у нас на нашей Донской земле в честь праздника Преображения Господня. Все дончане очень благодарны за это. У нас сегодня проходит второй фестиваль, первый открытый, второй фестиваль «Яблоку негде упасть». Идея, которая была реализована посредством отца Лавра, первый прошел в монастыре, он очень любил яблоки. Сегодня мы проводим второй, здесь участвуют наши общественные организации, наши детские сады. Я думаю, что это правильное, хорошее дело, которое приживется у нас хорошей традицией. Спасибо вам, что вы посетили данный мероприятий. Спасибо, я очень рад, как всегда, в этот праздничный день быть здесь вместе с вами, с дончанами. Вот мамы наши, которые из сердец своих всегда дарят нам щедрую жизненосную любовь дома, создавая уют, очага домашнего в это время, когда земля так утешает нас разными плодами, особенно яблоками. Вот эта традиция, что блаженной памяти отец Лавр благословил ее осуществлять, очень хороша. Она помогает детям учиться от старших, как создавать этот уют. И дай Бог, чтобы, начавшись, она долго-долго жила здесь, на Донской земле. И дай Бог, чтобы такое плодоносие всегда благоухало и на Донской земле, и на Новомосковской земле, и на Тульской земле, и на всех бескрайних просторах земного Отечества нашего, и на всем великом Богом нам подаренном земном шаре. С праздником, с преображением Господним, с яблочным, с пасом. В честь откровения Святого Христа, что направлял на благие дела, учеников Христовых восхвалим, им честь людскую отдадим. Пусть мир пребудет в вере, чистоте, духовности, гуманности и доброте. И сегодня вот такой замечательный день, где мы можем осветить свои плоды, которые выращивали своими руками. Домой частичку отнести, с людьми поделиться и вообще порадоваться, что светлый день, душевное богатство у нас сохранено, потому что все нам дается по Божьему благословению. Я знаю, радость где-то рядом, я терпеливо жду ее. Господь устроит все как надо, Он упование мое. И ранней, утренней порою, вернувшись в явь из плена снов, я сердце Господу открою, прочту души молитва слов. И утро радостью задышит, теплом вольется в кровь и плоть. Я знаю, в этот час услышит мои молитвы, мой Господь. Праздник Преображения – это особый праздник Русской Православной Церкви и всего христианского мира, через который Иисус Христос призывает мир своим трудом и деяниями, украшать и обновлять мир, который однажды Господь отдал человеку, чтобы он жил в мире согласии и стремлении с любовью двигаться навстречу друг другу и Богу.